Мы знаем. Вы слушаете. Радио Болткома. Прослушайте промо программы «Прямая речь». Известные политики, бизнесмены и деятели культуры отвечают на самые острые вопросы аудитории и дают комментарии на самые волнующие темы. Здравствуйте, я Абик Келкин и я приглашаю вас на ток-шоу «Прямая речь». Слушайте по четвергам. С 17 до 18 часов. Добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели. Продолжаем. Работу в прямом эфире сейчас у нас в студии представитель правления НВЛ «Эссет-менеджмент» Андрей Мартынов. Добрый день. Добрый день. Да, ну мы, наверное, поговорим, если в прошлой части мы больше говорили об экономике, о транзите, о логистике, сейчас поговорим, наверное, на ту тему, которая или уже касается значительной части жителей Латвии, или в обязательном порядке коснется, мы говорим, конечно, о пенсиях, мы знаем нашу демографическую ситуацию, которая, ну так мягко говоря, нас не радует и с каждым годом, к сожалению, становится в этом плане все тревожнее и тревожнее. Я имею в виду и количество работающих, которые, с учетом системы солидарности, обеспечивают тех, кто уже вышел на заслуженный отдых. Мы знаем, что у нас есть три пенсионных уровня. Кстати, вот новый министр благосостояния недавно так всех, как-то повежливее сказать, встряхнул таким интересным предложением перераспределить вот средства второго пенсионного уровня. Сейчас обо всем об этом поговорим. У вас опыт большой работы и в частных пенсионных фондах. Вот, может быть, все-таки ваши ощущения, меняется ли понимание людьми, может быть, среднего возраста и старше, вот необходимости задействовать все возможности для того, чтобы в старости не нуждаться жить более-менее прилично? Ну, обычно из опыта эта ситуация не меняется, люди начинают задумываться о пенсии, когда уже начинают приближаться к этому возрасту, в среднем районе 50 лет. То есть, в принципе, ну это, наверное, нормально, потому что, ну, во-первых, мы сами были молодыми, наверное, помним, что, наверное, пенсионный вопрос был самый такой, ну, неактуальный, потому что это учеба, карьера, семья, дети, пенсия, это так натуральным образом, это не вопрос номер один. Но если мы смотрим на нашу действительно очень, ну, скажем, долгосрочной перспективе устойчивую пенсионную систему, это признали международные эксперты, в том числе и организации, ну, ОЕСИДи, организации европейского экономического сотрудничества. И развития, да. И развития, да. И развития, да. И развития, да. Уровень, то он абсолютно необходим, потому что, если мы смотрим с точки зрения замещения доходов при выходе на пенсию, если сейчас этот уровень обеспечивается в первом, втором уровне в районе, ну, до 40% от последней зарплаты, то для того, чтобы чувствовать себя действительно уверенно и финансово благополучно, необходимо еще порядка 15-20% замещения. И это можно достичь только за счет вносов на третий миссионный уровень, и причем такого уровня замещения можно достичь при небольших взносах, начиная с первых, ну, практически с молодых лет, да, с первой своей зарплаты, и практически невозможно достичь, если начинаешь об этом задумываться уже после, там, 50-55 лет, да, потому что... То есть, тем лучше в данной ситуации. Да, то есть, чтобы накопить, там, порядка 100 тысяч в течение, там, вот этого экономически активного, да, ну, то есть 100 тысяч – это деньги. Достаточно уже вносить порядка, там, ну, даже чуть меньше 50 евро, если это делается, там, с 25 лет. И чтобы достичь, там, 100 тысяч в 55 лет, ну, это уже практически невозможно. Это уже практически невозможно, да. Да, то есть, всю зарплату будешь отдавать и не достигнешь. Поэтому, поэтому, так, натурально или естественно об этом не думают, но если мы смотрим уровень вот такого вот культуры накопления и культуры создания вот своих каких-то пенсионных накоплений, понятно, что это надо делать рано. Мы, участники рынка и, ну, все такое, экономически прогрессивное сообщество Латвии об этом всегда говорим. И, несмотря на, ну, какой-то скептицизм со стороны отдельных людей, да, или групп людей, ну, таких, кто сознательных, которые начинают делать накопления практически с первых своих рабочих лет, ну, видней, становится все больше. Это очень позитивно. Вот, с одной стороны, позитивно, с другой стороны, вот, если мы посмотрим, я сейчас буду, как, так можно выразиться, полемически заострять, да. Вот, когда мы сейчас посмотрим вообще на то, что говорят и политики, и вообще власть о пенсиях, то, в основном, все сосредоточено на первый уровень и на второй, да. И нам ведь что говорят, что вы должны не только и не столько задуматься о вот этих частных пенсионных фондах, как вот платить, так сказать, все налоги, все, так сказать, зарабатывать в белую. И с этим никто не спорит, наверное, там, понятно, что такая должна быть политика государства. Неужели государство скажет, нет, вы прячете свои деньги по карманам? Понятно, что нет. Но, говоря, а, они не говорят, б, что вы не только должны, как бы, не знаю, заплатить то, что причитается налоги государства, свои белые заработные платы, но должны еще подумать о том, как увеличить свои вот возможности накоплений в пенсионном возрасте, да. И мы понимаем, что, если мы посмотрим банки, уже сегодня проценты по вкладам, но они чисто символические, 0,01%, а скоро, как во многих европейских странах, ты еще будешь доплачивать за то, что банки твои деньги сохраняют, да. Вот здесь, мне кажется, такой вот государственной политики, агитации пропаганды, в хорошем смысле слова, мы не видим, да. Вот мы видим, что платите все в честную, там, не знаю, вакцинируйтесь, это другая сейчас модная рекламная кампания, а вот о том, что вы должны думать, как обеспечить все возможности. Для достойной пенсии, если вы видите, что будет недостаточно за счет даже ваших честных налогов, значит, используйте накопления через частные пенсионные фонды, где государство тоже какие-то гарантии выдает, да. Вот этого мы не видим, или я ошибаюсь? Ну, я бы так не сказал, потому что, да, сейчас понятно, что основная тема этого вопроса, там, вакцинации, там, ковид и так далее, потому что это очень, ну, яркая и такая необходимая жизненная, насущная тема. Но государство все-таки стимулирует накопление на частных пенсионных, в частных пенсионных фондах, потому что, хочу напомнить, что существует налоговая льгота на взносы, да, то есть любое физическое лицо, которое вносит до 10% от своего годового дохода, она освобождается от уплаты подоходного налога, да, то есть с этой суммы. Но есть ограничения до 4 тысяч, но это… А там что-то можно списывать при подаче еще и декларации, да? Да, то есть годовая декларация, причем там практически ничего не надо делать, потому что пенсионные фонды, они эту информацию обобщают и сами подают в налоговую службу, и фактически человеку уже, когда он входит в систему ЭДС, декларирование, да, открывает свою декларацию, там уже эта информация загружена, то есть надо только подтвердить. Самому высчитывать ничего не надо. Ничего не надо высчитывать, все уже за людей сделано, поэтому я бы сказал так, что, ну, это осознание, то есть если создана трехуровневая система, да, ну, понятно, что если ты участвуешь только в двух, то ты себя чем-то отделяешь. То есть, ну, не знаю, там, Олимпийские игры прошли, да, если сравнивать с Олимпиадой, это как бы ходить, не знаю, там, два раза в неделю на тренировку, потом поехать на Олимпийские игры, ну, наверное, этого недостаточно, да, скорее всего, результат будет, ну, плачевный, да, тут так и здесь. Если создана трехуровневая система, и ты находишься только там на двух уровнях, да, и еще если ты работаешь в теневой экономике, ну, надеяться, что пенсия будет или потом посыпать голову пеплом и говорить, что, ну, что произошло, ну, наверное, как-то, ну, будет странно. Поэтому я не такой не хочу, может быть, здесь делать какой-то маркетинг, да, но вот исходя из такой здравой логики, да, если существует трехуровневая система, и ты в ней не участвуешь полностью, ну, тогда, наверное, надо понимать, что твое пенсионное обеспечение тоже будет соответствовать тому уровню, на котором ты участвовал, да. Вот тогда такой, может быть, вопрос. Вот все познается на примере, и они, естественно, не нужно фамилии приводить, но, в принципе, есть вам известные по вашему опыту вот люди, которые уже вышли на пенсию, да, и они действительно использовали все вот эти возможности, в том числе частые пенсионные фонды, и действительно у них уже пенсия в целом уже, не знаю, выше средней по стране. Ну, я могу, в принципе, ввести пример своей мамы, да, которая была, все время находилась в легальном, так скажем, секторе экономики, да, и делала различного вида накопления, там у нее было, ну, страхование жизни накопительное. Это тоже интересная система. Да, ну, это, в принципе, практически... Близко к... Практически, да, частный пенсионный фонд, да, и там также существуют налоговые льготы. Так, в принципе, я бы сказал так, что, ну, точно, точно этот уровень пенсии выше, чем средний, да, и поэтому, если мы смотрим даже вот с сегодняшней точки зрения, при средней зарплате в тысячу евро, человек, выходя на пенсию, он уже больше 400 евро получает пенсию. Конечно, это недостаточно, потому что это включает только первый и второй уровень, но третьим уровнем, конечно, можно подправить, но, если так, по большому счету смотреть, то, наверное, среднестатистическому жителю Латвии три уровня необходимо. Понятно, что есть там предприниматели, есть экономически активные люди, которые делают накопления в других формах, там, инвестируют в недвижимость, там, какие-то еще, там, может быть, даже инвестиция в образование своих детей, там, рассчитывая, что они потом поддержат, я своих родителей поддерживаю, да. Но все-таки хочу еще раз подчеркнуть, что очень важно, очень важно находиться в легальной части экономики, да, то есть получать нормальную зарплату, и тогда накопления на втором уровне достаточные, чтобы обеспечить, как бы, уровень замещения адекватной зарплате, которая получалась. Как работают, вот если мы пытаемся это объяснить простым языком, не экономистам, не финансистам, как вообще работают частные пенсионные фонды? Вот, ну, чек X, мы там отчисляем, там, зарплаты, не знаю, 10, 20, 50, кто как может, да, как дальше это происходит? Вот выбрали компанию управляющую, скажем так, да, вот, не знаю, вашу компанию, там, банки, как это все работает? Да, то есть человек, в принципе, принимает решение, что он будет делать накопление на третьем уровне, он должен выбрать, он может выбрать одну, один пенсионный фонд, он может выбрать два пенсионных фонда, причем у каждого пенсионного фонда есть различные пенсионные планы или такие программы накопления, да, они различаются по уровню риска, и там рекомендация, которую мы как специалисты всегда даем, чем раньше или чем ты моложе, тем более высокий уровень риска ты можешь себе позволить, потому что колебания на финансовых рынках, куда направляются средства вот эти вот, вот эти 10, 20, там, 50 или 100 евро ежемесячных взносов, они как бы происходят, ну, может быть, значительные в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной перспективе они, конечно, растут, и, ну, мы можем посмотреть, что тот же американский индекс акций, он каждые 10 лет удваивается, то есть, другими словами, все средства, которые переводятся в частные пенсионные фонды и точно так же во второй пенсионный уровень, они уходят на финансовые рынки в разных, ну, как бы, корзинах распределения, я не знаю, я сейчас попробую попроще сказать, то есть в разные акции, в разные облигации инвестируются, да, на бирже, и получая доход в виде дивидендов, либо процентный доход, если это облигации, и плюс еще рост цен стоимости вот этих вот акций облигаций, финансовых инструментов, происходит увеличение накоплений, и в долгосрочной перспективе они реально удваиваются, утраиваются, то есть, первые 10, там, 20, 50, 100 евро, внесенные, там, в 25-30 лет, они, там, 65 годам, ну, будут, я так грубо скажу, да, ну, до 100 евро, даже в 10. Ну, это в основном так, чтобы люди понимали, какие-то консервативные планы, или это рисковые рынки, или с учетом того, что это пенсионные накопления, коммерсанты или те, которые управляют, финансисты, они стараются вот с минимальными рисками это все делать? Значит, мы стараемся обеспечить максимальную отдачу при выбранном уровне риска, да, чтобы не было так, что риск большой, а доходность низкая, да. Соответственно, тут основное правило такое, что, еще раз повторю, чем моложе ты, чем ты моложе, тем больше уровень риска выбирай, потому что… Есть время. Есть время, да, на все эти долгосрочные, как бы, колебания, и фактически, если, ну, как я вот, у нас есть такой образ, да, тети в Бауске, да, которая живет, да, так я здесь привожу сравнение, что, ну, какая мне разница, какая погода сейчас в Бауске, да, там идет дождь, не идет, то есть на рынках что происходит, если я буду жить там через, там, 50-60 лет, да, ну, мне важно, вот, что будет в тот момент, да, и, соответственно, наверное, ну, зонтик покупать сейчас, которым я буду, там, в случае дождя в Бауске пользоваться через 50 лет тоже, ну, нет смысла, да, может быть, будет какой-то другой инструмент, чтобы защититься от этого. Так поэтому не надо беспокоиться и смотреть на то, что происходит на рынках сейчас в моменте, надо только помнить, что когда мне будет, там, 20 лет до пенсии, я должен все-таки поинтересоваться, хотя частные пенсионные фонды, они тем и лучше, чем второй уровень, да, потому что во втором уровне управляющие не знают своих клиентов, но мы работаем над темой, призываем политиков разрешить видеть, чтобы мы, как и в частных пенсионных фондах, могли связаться с клиентом, да, с нашим, и сказать ему, что, ну, старина, ты приближаешься уже к такому возрасту, тебе надо понизить уровень риска. И, соответственно, у каждого пенсионного фонда есть разные, вот, как я говорил, разные продукты с разным уровнем риска, и человек просто меняет, уменьшает риск, да, там, и уже, там, за 5-7-10 лет до пенсии, заявив с ним опять от размера накоплений, от того, как человек в жизни себя чувствует, насколько он вообще к риску толерантен, или ему наоборот кажется, что, не дай бог, там, потерять одну копейку, да, так происходит еще уменьшение на консервативных, где уже фактически эти колебания сведены на... Ну, там и процент заработка не еще. Ну, для сравнения, допустим, да, вот за последний год, после ковида он был такой яркий, да, вот, 21-й год, средняя доходность порядка 20%, 20% годовых у тех пенсионных планов, которые инвестируют до 100% в акции, да, и те, которые, там, 75%, уже 15%, да, 75% в акции, 50% в районе 10%, и, соответственно, у консервативных 2-3% даже чуть-чуть ниже, да, ну, соответственно, надо понимать, что вот все, кто находились в пенсионных планах 2-го и 3-го уровня до, ну, вот за последний год и до 100% в акциях, ну, они неплохо заработали в этом году, да, и, соответственно, даже если рынки будут чуть-чуть, там, корректироваться, ну, могут себе позволить. То есть в этом плане пандемия как раз не вызвала. Пошла, пошла на пользу. Как это ни странно, в этом плане, да. Хотя в марте было резкое падение, и очень многие беспокоились, клиенты переживали, ну, и рынки были очень нервозными, да, но они очень быстро восстановились и показали еще дополнительный рост, да. – Очень часто от политиков, ну, наверное, чаще всего перед выборами мы слышим, что вот эти вот пенсионные деньги 2-го и 3-го уровня, они редко используются для фондового рынка Латвии, они где-то инвестируются в других странах. С чем это вообще связано? Может быть, потому что рынок у нас маленький или есть… Ну, вот как это все происходит? Как вы оцениваете вообще, куда нужно вкладывать? – Да, тут два аспекта. Ну, первый, наверное, с деньгами патриотизм – это такая условная вещь, да, соответственно, ну, я думаю, что если мы сейчас каждого… – Есть выгода главная, да. – Да, каждого клиента спросим, или вот вас, допустим, вы бы хотели инвестировать куда-то патриотично или доходно? Ну, ответ, наверное, будет доходно, правда ли? – Ну, для нас это тоже абсолютное правило, то есть мы ищем способы увеличить доходность при адекватном уровне риска, да. – Но, опять же, зачастую те возможности, которые предоставляет наш местный рынок, они гораздо доходнее, чем то, что происходит, может быть, вне Латвии. Но проблема в том, что рынок очень маленький, и этих возможностей достаточно мало. Я тут много и долго могу, ну, как бы рассуждать, почему так произошло, но надо понимать, что при минимальной, вообще при любой возможности заработать столько же или больше, чем есть возможность заработать вне Латвии, местные управляющие всегда выбирают местные инвестиции. Но, опять же, надо понимать, что есть способы пассивного управления и активного управления, да. При активном управлении, когда управляющие активно управляют вот этими портфелями, да, вот этими пенсионными планами, такая возможность существует, и она действительно используется. С другой стороны, есть пенсионные планы или способы управления пассивные, когда управляющий, он игнорирует какие-то локальные или игнорирует какие-то отдельные возможности для увеличения доходности, а инвестирует в широком смысле в рынок финансовый, да. Тогда там, как бы, покупаются такие, так называемые, индексные продукты, да, которые полностью отображают движение рынка. То есть, если рынок растет, да, то тогда вот эти вот средства, заинвестированные, они растут пропорционально, ну, практически таким же темпом, как рынок. Здесь в чем плюс, что, во-первых, это дешевле с точки зрения комиссионных, потому что понятно, что покупать, продавать, все это связано с расходами, да, соответственно, эффективность на размер комиссионных падает. И второе, что фактически нет необходимости углубленно изучать риски, да, потому что при такой пассивной или индексной форме инвестиций, вероятность того, что весь рынок в один день встанет, да, там, или столкнется с каким-то непреодолимым риском, но она очень низка, практически нереальна, да. Потому что мы же тоже видим, вот, с точки зрения пандемии нашей, да, даже посмотрим на латвийскую экономику, ну, есть же абсолютно те, кто выиграли от этого всего, да. Есть, конечно, те предприятия и бизнесы, которые, ну, потеряли, и, может быть, даже, ну, банкротировали, да. Соответственно, если ты инвестируешь вот в целом, а в целом экономика подрастает, да, ну, соответственно, ну, то есть ты инвестируешь в экономику, причем глобальную. А что это вот так вот, ну, я не по названиям вообще, с точки зрения такого принципа, что это вот акции, это каких компаний, предприятий, что это, это энергетические компании, какие сектора просто, чтобы люди представляли? – Про Латвию речь или вообще? – Ну, если мы говорим о Латвии, о вашем опыте, что это может быть за компания? – Ну, в Латвии до недавнего времени очень неплохо был представлен информативический сегмент, да, был акций Гриндекс и Олайнфарм, да, там есть какие-то свои нюансы, но они были, там Гриндекс, к сожалению, ушел с биржи, Олайнфарм еще находится. Могу привести пример, очень хороший, вот, Мадера Косметикс, да, то есть, все, кто пользуется вот этой экономикой, да, там цена увеличилась в несколько раз. То есть, по крайней мере, мы, своих пенсионеров, потенциальных наших клиентов, средства, когда инвестировали, мы покупали эти акции меньше 7 евро за акцию, и сейчас они порядка 30 стоят. – Такой взлет. – Да, такой взлет. Ну, наверное, можно сравнивать, там, ну ладно, окей, может быть, с Теслой нет, но с такими громкими, громкими, там, Фейсбуками, Твиттерами и такими предприятиями вполне сравнимый рост. – То есть, в принципе, а вы можете ведь инвестировать и в Фейсбук, и в Твиттер тоже, да? – Да, 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 можем, но это опять же, да, часто в такие компании мы инвестируем через вот, через вот это такое пассивное, через индексное, потому что достаточно, ну, это просто выгоднее, да? А если так посмотреть вокруг, то думаю, что мы, потребляя разные услуги и продукты, мы зачастую пользуемся услугами, продуктами компаний, которые находятся на рынке, на бирже, и, может быть, не прямо, а косвенно мы являемся совладельцами через пенсионные фонды, совладельцами этих бизнесов. Например, проезжая мимо Сканста-Сити в офисного центра, да, ну, там очень много пенсионных денег заинвестировано. Тут же доминошоппинг, да? – То есть, недвижимость – это тоже один, да, недвижимость, да, доминошоппинг, допустим. Там тоже есть пенсионные деньги латвийских жителей, да? То есть, мы вот приходим в магазин, мы даже не понимаем, что это происходит за счет наших денег. Еще хороший пример. Может быть, слышали, Акрополис приобрел Альфу, да? Так они разместили эмиссию облигаций на покупку, ну, я так предполагаю, на эту покупку, на эту сделку. И тоже, и тоже, те пенсионные управляющие, которые участвовали в этой миссии, да, которые инвестировали деньги, они, в принципе, тоже финансировали, соответственно, ну, на уровне облигационеров, может быть, кто-то, кто сейчас закупается в Риме Акрополис, извиняюсь, Альфа, да? Да, 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 да. Они как бы, ну, как облигационеры тебя могут чувствовать. И таких примеров очень-очень много. Вот, кстати, про недвижимость говоря, опять вот, Верде, вот этот офисный центр, который строится, там тоже есть пенсионные деньги латвийские. Это, в принципе, нормально, да? Откуда же средства нужно брать? Да, пресс и снамс, пожалуйста, тоже там есть пенсионные средства. Ну, и, в принципе, не знаю, там Латвия с газом мы потребляем, облигации AirBaltic, да, облигации Altuma, облигации Latvenergo, зеленые облигации, да, когда... Без электричества никуда. Да, когда кто-то заявляет, что мы используем зеленую энергию, приобретенную там у Latvenergo, да, ну, вот, в принципе, мы, как будущие пенсионеры, одолжили Latvenergo денег через облигации, чтобы они эту программу могли реализовать. То есть, вокруг, с одной стороны, наш рынок маленький, вроде как ничего не происходит, но если так посмотреть, пощупать и углубиться, то очень-очень много. Ну, в принципе, может оказаться, что и деньги частных пенсионных фондов или будущих пенсионеров латвийских задействованы через эти вот индексы и в мировых брендах, да? Конечно, конечно, да, это, конечно, там, нано-микро и нано-суммы, да, на этих глобальных, но, в принципе, да, в принципе, да. Думаю, даже, кто, там, заправка CycleK, да, в принципе, тоже биржевая компания, тоже через индексы, я думаю, что что-то есть. А это выгоднее для этих компаний? Я такой задам, может быть, в какой-то степени наивный вопрос, но так, для понимания. Это выгоднее привлекать вот такие деньги через облигации, чем вот просто брать кредит в банке? Ну, для компании. Думаю, что тут так просто ответив, да, выгодно, но если углубиться, то на то есть разные причины, потому что у заемщиков или у бизнесов у них тоже есть необходимость диверсификации, распределения, как бы, рисков, связанных с выданными займами, да, потому что если ты берешь кредит в банке, во-первых, банк имеет какие-то определенные требования по собственному капиталу, ну, то есть финансовые какие-то, кавенанты, так называемые, да. Обеспечения и так далее. Да, 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 ну, разные требования, и ты тогда становишься зависимым от решения банкиров, которые могут, там, меняться в зависимости от ситуации на экономике. А для того, чтобы разнообразить, используются такие инструменты, как облигации, да. Еще хороший способ привлечения капитала – это эмиссия акций. Вот сейчас вот, если слышали, опять быстрорастущая сеть заправок автозаправочных станций «Вирши», они планируют входить на биржу, да, то есть вот, пожалуйста, любой житель Латвии, во-первых, я думаю, что будет какая-то часть, опять-таки, пенсионных денег туда направлена, потому что, ну, выглядит, что, несмотря на то, что это такой, ну, как бы, с одной стороны, немножко грязный бизнес в плане выбросов, да, вот то, чем мы боремся, и зеленые энергетики и так далее, но они имеют очень интересные программы по альтернативным источникам энергии для автомобильного транспорта, это в основном для грузового транспорта, потому что на электричестве будет сложно передвигаться, да, что батарея будет весить столько же, сколько груз. Так, с этой точки зрения, я думаю, что не только через пенсионные фонды, но и через свои личные кошельки, особенно те, кто являются клиентами этих заправочных станций, я думаю, что очень хороший, хороший, как сказать, аргумент приобрести эти акции, потому что, в принципе, ну, что может быть приятнее, когда ты заправляешься и видишь там рядом людей, которые приобретают там еще и какую-то еду в отдельных заправках, а ты понимаешь, что тебе в карман часть прибыли от этой всех сделок попадает, да. И это же, наверное, значит, это же прибыль можно получить, и если вот делается, как вот вы упомянули, онлайн-фарм, сейчас же у них обязательный откуп, да, вот этот новый акционер, который входит, в принципе, я так понимаю, что те акционеры, которые через пенсионные фонды, они тоже могут эти акции вот продать, да. Да, да, то есть вообще до откупа цена была в районе 7 евро, откуп появился более 9, да, то есть это фактически… Это уже плюс, да. Да, это плюс такой резкий плюс за пару дней, да, то есть, в принципе, конечно, не очень радует, что предприятие уже, руководитель предприятия сказал, что они посматривают на выход из биржи, да, так как происходит такая стратегическая смена акционеров, и они видят развитие компании, возможно, я так думаю, да, по крайней мере, менеджмент так заявил, видят в другом, как бы, но, ну, вне биржи, жалко, что так происходит, но в целом, в целом рынок, я думаю, что будет развиваться, потому что также вот еще на подходе один имитент на местный рынок акций Delphin Group, которая занимается, скажем так, к этим альтернативным финансированием, да, выдачей кредитов, займов, тоже хорошее предприятие, долго имитировали облигации, да, то есть уже приучили или показали себя на рынке, как они действуют и что они себе представляют, да, ну, что они себе представляют, и, соответственно, тоже будут выходить на рынок, тем самым увеличивая вот капитализацию и возможность местным, местным пенсионным фондам, да, управляя местными деньгами, инвестировать в местный рынок. Это значит, что у нас, в принципе, миноритарии довольно неплохо защищены, да, потому что всегда происходит дискуссия, с одной стороны, есть, ну, основной акционер, да, его интересы, да, у него и затрат, наверное, больше, с другой стороны, есть, как бы, вот эти миноритарные акционеры, к которым, наверное, пенсионные фонды тоже относятся. Да, ну, мы, в принципе, в некоторых местных эмитентах видим проблему, да, то есть защиты прав миноритарных акционеров, поэтому мы работаем и с регулятором, и с законотворчеством, и говорим о том, что необходимо усиливать защиту прав миноритарных акционеров, особенно институциональных, таких, какими являются пенсионные фонды, потому что, ну, мы абсолютно нейтральны от каких-то побочных действий или побочных эффектов, связанных с очень высокими правами миноритариев, да, когда начинают их злономерно использовать для достижения каких-то... Да, когда ты купил, я утрирую, за 2 евро хочешь получить все права, как будто у тебя 2 миллиона. Да, да, и начинаешь там портить жизнь с целью, чтобы, может быть, откупили подороже там, или, не знаю, какие-то еще экономические интересы получить. То есть, понятно, что такие субъекты, как пенсионные фонды, да, которые думают только в долгу и только, они от этого свободны. Поэтому думаю, что, пользуясь случаем, хочу призвать и Министерство финансов, и Комиссию по надзору за рынком финансов и капиталу уделить этому вопросу еще большее внимание, потому что есть проблемы, но и эти проблемы, в принципе, ну, надо решать, так скажем. Но в целом, в целом, те предприятия, которые приходят новые, они абсолютно чисты и свободны от такого вида проблематики. Да, там можно назвать тоже Ханза Матрикс, производитель электроники, латвийское большое предприятие сравнительно. Тоже, кстати, пенсионные управляющие инвестировали, когда было вот это предложение, и цена выросла в два раза буквально за несколько лет. Да, то есть, очень много инвестиций было. Вот вы упомянули недвижимость. С одной стороны, кажется, что, ну, что может быть более стабильного, чем недвижимость, ее нельзя унести в другую страну, актив и так далее, вроде надежный. С другой стороны, мы знаем, что есть колебания цен и на рынке, есть такие совершенно фосмажорные обстоятельства, вот как пандемия, когда мы видим, что заходишь в этот торговый центр, неважно, в любой. Ну, хорошо, ладно, продуктовый магазин работает, пускай с ограничениями, там, по количеству этих корзинок, но тем не менее, да. Все остальное в какой-то период там было закрыто. Ну, может быть, еще какие-то мобильные телефоны, в основном, вот, все было занавешено, ничего не работало. И это значит, что, видимо, вот эти вот, те, кто арендаторы, да, ну, вот, арендонаниматели, у них, видимо, были проблемы с оплатой аренды, ясно, что это не самый прибыльный для торговых центров время. Вот здесь тоже есть риск, или все равно, вот, в долгую, вот, это вот, инвестиции в недвижимость, в эти коммерческие площади, это все равно эффективно? – Очень, в принципе, уже ответили на мой вопрос, мне только надо сказать «да», подтвердить, подтвердить. – Да, действительно, это же в долгую мы играем, да? – Да, потому что, ну, понятно, что колебания происходят, мы помним 2008 год, да, когда цены на недвижимость там, как после резкого взлета резко упали. Но, опять же, если мы посмотрим, что происходит, часть там и на квартирном рынке, да, и на рынке коммерческой недвижимости, понятно, что цены выровнялись, и, соответственно, они подросли. И, да, конечно, время ковида было не очень благоприятное для тех, кто инвестирует в недвижимость, с точки зрения аренды, да, но, опять же, мы же видим, как возвращается, ну, как бы, спрос покупательский, да, какие, ну, насколько полные и активно происходит, ну, как бы, посещение и трата денег в торговых центрах сейчас, да, то есть этот спрос, он резко восстановился, так же, как он резко был, ну, он был, скажем так, искусственно закрыт или искусственно ограничен, он восстановился и даже увеличился, да, то есть если мы смотрим, опять-таки, с точки зрения инвестиций, может быть, на полгода, да, если кто-то инвестировал в недвижимость на полгода, они немножко потеряли, ну, это логично, доходов не было. Но если мы смотрим в перспективе, там, 30, а может быть, даже 50 лет, ну, абсолютно не вижу проблем, тем более, что и мы, управляющие, выбираем разные формы, формы или объекты недвижимости, да, потому что мы, допустим, сейчас видим большую перспективу в логистических центрах, и опять же, там, была недавняя сделка, в Дрейлине приобрели большой логистический центр, да, там, просто огромный, да, тоже использовались или участвовали пенсионные деньги латвийских пенсионеров, потенциальных будущих пенсионеров, и, допустим, может быть, что-то неладно было с торговой недвижимостью, да, с торговыми площадями, но с логистикой все в порядке, и даже если мы смотрим, что будет развиваться интернет, торговля, ну, знаете, ну, этот айфон, я не знаю, этот кошельник, где телефон, его надо привезти, его надо покупать, где хочешь, да, согласись? — Да. — Поэтому мы тоже смотрим, следим, и где-то, может быть, чуть-чуть просело, а где-то неплохо выросло, и, соответственно, поэтому мы говорим, что вот этот средний, вот эта вот дерификация распределения рынка, вот эта вот возможность управлять большими деньгами, да, когда вы вносите там 10-100 евро, это, конечно, ерунда, но ты не купишь торговый центр за эти деньги, но когда таких миллионы, да, тогда уже совсем другие цифры и другие возможности, и с этой точки зрения… — То есть людям уже сегодня надо, несмотря, если мы говорим сейчас о молодежи, если им кажется, что где эта пенсия, все равно нужно об этом думать, так и как любые накопления, да? — Просто заработать денег. — Может быть, такой технический вопрос, он весьма важный, ну, есть определенная категория людей, у которых стабильный заработок, ну, они где-то работают, у них своя там, не знаю, они знают, что каждый месяц на одном месте работы, у них официальная заработная плата, там, на руки, там, тысячи, там, тысяча пятьсот, не важно сколько, они заключили договор с частными пенсионными фондами, и каждый месяц какая-то сумма отчитывается, там, 10 евро, 20, 30. Есть люди, скажем так, у которых доходы месяц от месяца там колеблются, это чаще всего творческие люди по договору, в общем, есть разные ситуации, и, допустим, один месяц они могут действительно не больше 10 евро перечислить в пенсионный фонд, а другой месяц, у них очень хорошо, хорошие там доходы, там, или в конце года какие-то премии, они понимают, что все не потратить, мы все люди, так сказать, там, руки чешутся, когда есть какие-то деньги, они готовы даже 30-40 евро, там, ну, не важно какую сумму, как сделать, чтобы, если это нестабильно, что вот каждый месяц там высчитывается автоматом 10 евро, когда доходы меняются, есть такая возможность тоже, чтобы это был гибкий пенсионный план? Да, значит, отличие частных пенсионных фондов от, допустим, второго уровня в том, что это добровольное накопление и добровольное отчисление, фактически, я думаю, что начиная там с 50 евро и то при условии, что такое пожелание высказано, то есть даже заключая договор, там, указывая в договоре сумму 10 евро в месяц, если вы не переведете эти 10 евро в месяц, это ничего страшного не произойдет, и, соответственно, это не лишает вас возможности в конце года внести, допустим, там, 500 евро, да? Пожалуйста, да, есть возможность, пожалуйста, да? Но если мы смотрим с точки зрения, опять-таки, максимально эффективного, то тут важно постоянно, по чуть-чуть, но постоянно, да, потому что это, как бы, получается, вот тоже вот сравнивают с клубникой, да, что когда сезон, да, клубника дешевая, когда сезона нет, клубника дорогая, так и на рынках тоже, да, есть времена, когда вот то, что я приводил примеры, да, там, про компании, когда вот происходит что-то, и если ты так, грубо говоря, не внес эти 10 евро, ну, ты, так можно сказать, не участвуешь… А там как раз есть максимальная прибыль, да? Да, да, да. А когда ты это делаешь постоянно, ты участвуешь во всем, да, вот, ты просто вот участвуешь во всем, потому что ты методично эти вносы вносишь и методично управляющие твои деньги инвестируют в рынке. Регулярность в данной ситуации имеет значение, да? Регулярность, она, да. Я бы даже сказал так, что лучше… Лучше меньше, да, лучше все время, по чуть-чуть, да, чем… Но опять, регулярность раз в три месяца или регулярность раз в год – это тоже регулярность, да, хуже, когда человек, допустим, вносил, пока были вот жирные годы, да, вносил, а потом перестал, а тогда как раз все самое дешевое, да, то есть вот, грубо говоря, когда все было на рынках дорого, человек покупал, когда стало дешево, когда вот именно можно заработать максимально, перестал. Поэтому это, конечно, очень тяжело и временами невозможно, я понимаю. Самый лучший алгоритм – каждый месяц по чуть-чуть. Да, да, это самый лучший алгоритм. Это самый оптимальный, да. Да, ты попадаешь, если так скажешь, и на пике заработка. Да, ну по чуть-чуть, я бы так сказал, что если это порядка 5% от доходов месячных, то это супер вообще. Тогда можно рассчитывать на то, что, особенно если ты уже начинаешь с такого раннего возраста, да, то ты можешь рассчитывать, что твой уровень замещения будет действительно там порядка 70-80%, а тогда вот эти 100 тысяч ты заработаешь очень легко. А это уже сумма, да. Это уже, да, это уже деньги, да. Адрематы у нас был, например, в прямом эфире, мы говорили о частных пенсионных фондах, ну и, наверное, это возможность для каждого, даже кому кажется, что, ой, когда эта пенсия будет, все-таки по чуть-чуть начинать откладывать, все для себя, в конце концов, ведь это тот пенсионный уровень, который можно и наследовать, да. Да, второй уровень тоже, кстати. Да, кстати, да, ну это, то есть это ваши деньги. Да, второй, третий уровень – это ваши деньги. Это не просто вы кого-то, дяди перевели, это же ваши деньги, да. Ваши или ваших наследников? Да, спасибо большое. Спасибо.